ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Было бы более спокойно, более нормально мы могли работать дальше. Ответом так называемых правых на эту реплику могло бы послужить выступление профессора ленинградца Попова. У нас есть члены партии, которые считают, что это наступление. Они идут лицом в противоположном к общественному прогрессу направлении. И тогда у них левые, то есть революционные социалистические элементы оказываются правыми и консервативными. А наоборот правые, то есть буржуазные элементы и пробуржуазные, называются левыми. Второй теоретический вопрос. Это вопрос о том, является ли перестройка революцией. Ну, нам уже сказали, что она является. Нам остается записать. И, как я понимаю, мы делали, вернее, некоторые делали застойные годы. Я к этому числу не принадлежу, не принадлежал и принадлежать не буду. Так вот, некоторые товарищи сразу повторяли и разъясняли в своих трудах, как разъясняли экономную экономику, развитой социализм и другие великие достижения, творцы которых сегодня расселись в президентском совете и в других высших учреждениях государства и партии. Давайте, товарищи, вспомним, что такое теоретически революция. Революция, насколько все здесь знают, и все это знают прекрасно. И я не собираюсь здесь никого учить. Здесь грамотные люди. Революция – это переход от одной общественно-экономической формации к другой, со сменой у власти класса, причем непременно реакционного класса, на прогрессивный. Это какой же у нас класс собирается прийти? Ни теневики ли, и ни непманы новоявленные? Это прогрессивный класс. Кто у нас собирается скупить фабрики и заводы? О ком пекутся те, кто говорит о приватизации сегодня? О рабочих, о крестьянах, об интеллигенции, может, о профессорах, может, профессора могут у нас купить фабрики и заводы. Так вот, я думаю, товарищи, переход от одной формации к другой в теоретическом плане на пути вперед не просматривается. На пути назад просматривается, но это уже не революция, а контрреволюция. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Корреролюции...